В этом уроке мы продолжим с вами рассматривать тему вопросов. Если до этого мы рассматривали с вами общие вопросы, сегодня мы коснемся вопросов специальных. Но для начала вспомним, что такое общий вопрос. Возьмем пример. Мария живет в очень милом и красивом городе. Общий вопрос будет звучать так. Does Maria live in a very nice city? И действительно ли Мария живет в приятном городе? Итак, в общем вопросе всегда глагол стоит в вопросительной форме. Does Maria live? Вопросительная форма глагола в данном случае обеспечивается вспомогательным глаголом does. Does Maria live in a very nice city? Живет ли Мария в милом, приятном городе? Чтобы задать специальный вопрос, мы используем специальные вопросительные слова. И вот их список. Who – кто? Whom – кого? What – что? Where – где? When – когда? Why – почему? Which – который? Whose – чей? How – как? Сразу оговорюсь, что вопросительное слово whom постепенно выходит из употребления, и чаще всего его заменяя слово who. Далее, если в вопросительных предложениях, в общих вопросах у нас глагол всегда стоит в вопросительной форме, то в случае специальных вопросов с использованием вопросительных слов, если вопросительное слово является подлежащим, либо определением подлежащего, глагол стоит в утвердительной форме. Давайте сразу возьмем пример, чтобы вам стало все ясно. Пример такой. Who lives in a very nice city? Кто живет в очень милом, приятном городе? Как видите, в данном случае вопросительное слово who является подлежащим. Who – подлежащее, live – глагол, сказуемое. Who lives in a very nice city? А раз вопросительное слово является подлежащим, то и глагол у нас стоит в утвердительной форме. Кто живет в очень привлекательном городе, приятном городе? Еще один пример. Допустим, вот такой. Whose friend lives in the city? Чей друг живет в городе? В данном случае подлежащим у нас является друг. Friend. Сказуемое – lives. А вопросительное слово является определением подлежащего. Whose friend lives in the city? Чей друг живет в городе? И поэтому, как мы видим, опять глагол у нас стоит в утвердительной форме. Во всех остальных случаях вопросительное предложение с помощью вспомогательных вопросительных слов формируется у нас точно так же, как и основные вопросы. То есть глагол ставится в вопросительную форму. И рассмотрим конкретные примеры. Whom does Maria know in this city? Кого Мария знает в этом городе? Who does Maria know in this city? Кого Мария знает в этом городе? Вот, кстати, как раз к упоминанию о том, что вопросительное слово whom сейчас чаще всего заменяется вопросительным словом who. То есть чаще всего в данном случае британцы сказали бы так. Who does Maria know in this city? Кого Мария знает в этом городе? Where does Maria live? Где Мария живет? When does Maria get up in the morning? Когда Мария встает по утрам? Why does Maria like this city? Почему Мария нравится этот город? Which way is it to the station? Какой путь на станцию? How does Maria get to work? Как Мария добирается на работу? Как видите, во всех этих специальных вопросах мы используем вопросительные слова. И каждый раз глаголы у нас стоят в вопросительной форме, то есть используем вспомогательного глагола. Does Maria know? Does Maria know? Does Maria leave? Does Maria get up? Вопросительная форма глагола get up с помощью вспомогательного глагола does. Does Maria like? Нравится ли Мария? Опять вопросительная форма с помощью вспомогательного глагола. Which way is it to the station? Опять вспомогательный глагол. How does Maria get to work? Get to work – добираться на работу. Does Maria get to work? То есть глагол стоит в вопросительной форме. Как Мария добирается на работу? Далее, чтобы еще расширить список специальных вопросов, мы поговорим с вами о том, что вопросительные слова некоторые объединяются либо с существительными, либо с прилагательными и наречиями. Итак, вопросительные слова what, which, whose, то есть, что, which, который, whose, чей, объединяются с существительными, noun. Вопросительное слово how, как, зачастую объединяются с наречиями, adverb и прилагательными adjective. Итак, рассмотрим конкретные примеры. И вот наши примеры. What kind of chocolate do you prefer? Какой сорт или тип шоколада ты предпочитаешь? What sort of music do you like? Какой тип музыки тебе нравится? What size shoes do you take? Какой размер ты носишь? Обуви. Какой размер обуви ты носишь? What color are your eyes? Какой цвет твоих глаз? Как видите, каждый раз здесь у нас вопросительное слово what сочеталось с существительным kind. Тип, сорт, сорт. Опять же, тоже тип, сорт. Size. Размер, color, цвет. What kind? Какой тип? Какая марка шоколада? What sort? Какой тип музыки? What size? Какой размер? What color? Какой цвет? Далее. Which way is it to the station? Какой из этих направлений на станцию? Как пройти на станцию? Whose book is this? Чья это книга? How much do you wait? Сколько ты весишь? How many brothers and sisters do you have? Сколько у тебя братьев и сестер? How many? Сколько? How much? Тоже сколько. В данном случае у нас либо исчисляемые, либо неисчисляемые существительные, но об этом мы поговорим чуть попозже. How tall are you? Какого ты роста? Tall – высокий. То есть вопросительное слово how – как. Объединяется с предлагателем tall и получается насколько ты высок. Дословно. То есть какой у тебя рост. How often do you watch TV? Как часто ты смотришь телевизор? Как много времени у тебя отнимает путь на работу? То есть опять же вопросительное слово how объединяется с предлагателем tall – высокий, often – часто, long – длинный. Или долго. How long does it take you to get to work? Итак, сегодня с вами мы рассмотрели объединение вопросительных слов с существительными и прилагательными наречиями. А также мы поговорили с вами о том, какие вопросительные слова существуют, как формируются специальные вопросы и в каком случае используется прямой порядок слов предложений. То есть глагол стоит не в вопросительной, а в утвердительной форме. Еще раз напоминаю, в том случае, если вопросительное слово является либо подлежащим, либо определением подлежащего. Еще раз, несколько раз прослушайте этот видеоурок и вам все станет ясно.